Здравствуйте, друзья! С вами Светлана Короткая. Сегодня мы будем делать панно-коллаж для новорожденного. Для работы нам будет нужна основа. Сегодня я буду делать из пластика. Достались мне вот такие номерки для дома. А так как мы ничего не выкидываем, все собираем, у нас все идет в дело. Две пластиковые основы. Сверху будет надпись для имени ребенка. Первое панно, которое я делала для новорожденного, оно было из картона. Я склеивала два куска гофрированного картона между собой. И потом все обтягивала вокруг вот такой веревкой. У кого нет картона или пластика, можно взять фанеру. Затем нам нужны будут надписи. Потому что подразумевается, что наша работа это будет калаш. На панно будут приклеены различные картинки с надписями, где родители могут записывать о том, как рос и как развивался ребенок. Так как я панно буду делать для Егорки, я вот нашла и имя Егор. Также нам нужны будут различные элементы. У меня из соленого теста. Вот такие поделочки. Зверюшки разные, домики. Можно было взять отливки из гипса. Также нам будут нужны краски. Может быть мне пригодится трафарет, клей, лак акриловый. И какие-то, может быть, декоративные элементы. Так как основа у меня из пластика, все три элемента. Я должна буду обезжирить спиртом и прокрасить в основной цвет. Если я не хочу оставить белый. Хорошенько обезжириваем. Если пластик у нас гладкий, то лучше еще его будет пошкурить. Основной фон я решила сделать голубым. Так как картинки в зеленом цвете, они потом будут хорошо смотреться на более контрастном фоне. Сейчас я прокрашу все элементы. Я окрасила все в нежно-голубой цвет. И мне очень понравилось, что у меня неравномерно распределилась краска. То есть, такими небольшими полосами меня это устраивает. Кого не устраивает, можно покрыть еще одним слоем краски. И тогда будет более плотно. Я немножко хочу украсить фон основной. И сделать что-то через трафарет, какой-то орнамент. Такой неброский. Сейчас немножечко проявлю белым цветом. Наверное, все-таки сердечки сюда подойдут. Набираю на губку белую краску. Немножко ее отобью, чтобы краски было совсем чуть-чуть. Можно закрепить скотчем, можно держать рукой. Кому как удобнее. И вот такими движениями там панирующими я набиваю рисунок. Если на губке будет много краски, то краска может затечь под трафарет. Проверяем. Вот такие нежные сердечки получаются. Так можно пройти по всем заготовочкам. Фон получился нежнейший. Как будто сердечные облака спускаются с небес. Одним слоем лака я защитила всю поверхность. И просушила. А сейчас я займусь надписью. Здесь очень такой грубый темный рисунок. И мне это не очень нравится. Поэтому буквы я вырежу и буду приклеивать. А у кого есть трафарет с крупными буквами, вы можете нанести имя ребенка сразу трафаретом. Буквки мы вырезали. Разложим как захотим. Теперь мы их приклеим. Промазываю букву. Промазываем то место, куда собираемся приклеить. Вот так приложив файл, выгоняем весь воздух. Можно взять шпатель, можно взять карточку. Наша надпись сейчас будет сохнуть. А сейчас займемся следующей частью. Здесь я хочу приклеить самые основные такие моменты, где мама будет отмечать данные ребенка и его достижения. Если у вас есть фигурные ножнички, можно вырезать ими. Между вот этими надписями родители могут приклеивать двусторонним скотчем какие-то фотографии. Приклеиваем. Здесь бумагу я не буду истончать. Вот эти картинки я покрывать лаком не буду, потому что здесь ручкой надо будет вписывать различные данные. Откладываю в сторонку на просушку. Займусь третьей частью. Здесь я возьму не все. Вот очень интересный момент. Мои ручки и мои ножки. Для чего это сделано? Это чтобы ребеночку ручку можно было намочить в краску и приложить вот сюда в эту рамку. И на память остается отпечаток ладошки, который был при рождении. Точно так же делается и отпечаток ножки. Поэтому эти элементы я приклеивать не буду. После того, как отпечаток будет нанесен, родители сами могут при помощи двустороннего скотча приклеить на наше панно туда, куда они посчитают нужным. Вот здесь сзади у меня двусторонний скотч. Пока мы эти картинки откладываем в сторону. И займемся медальоном. Я нашла две вот такие картинки. И сейчас мы из этого всего сделаем медальон. Вырежу по размеру кусочек картона и обклею вот этими картинками с двух сторон. Здесь мне очень хочется сделать более красочными буквы. Поэтому я зеленой краской в тон наших картинок немножечко добавлю цвета. Вот так я немножечко добавила цвета, чтобы он не расходился со всеми основными картинками. И теперь еще хочу украсить эту табличку. У меня есть из соленого теста различные такие вот фигурки. Сейчас я эти фигурки посажу на клей. Можно взять полимерный клей, а можно взять горячий пистолет. Вот эти фигурки из соленого теста, они загрунтованы белой акриловой краской. И теперь я смело могу их вот намазать клеем и приклеить туда, куда посчитаю нужным. Вот преимущество различных фигурок из соленого теста в том, что применять можно как в поделках, как в шкатулках накладки, как различную бижутерию. Очень красиво получается. В следующем видео постараюсь показать, как сделать качественное тесто, которое не лопается при высыхании. Здесь вполне достаточно. Откладываем в сторонку. Лаком я уже не покрываю, потому что акриловые краски, они все равно не стираются. Они влагостойкие, не текут, не стираются. И этого будет достаточно. Просто мне не очень хочется, чтобы картинка давала отблеск. Переходим к следующему. Вы можете разрисовать зверюшек. Здесь тоже надо дать, чтобы высох клей. Еще одну сделаем. Петушка еще не прошла, я тоже строчку не сделала. Просто черной краской. Кто боится рисовать кисточкой, вот такие элементы тоненькие, возьмите черную гелевую ручку. Вот так получается строчка, как ручная. Кто хочет немножечко усложнить, можно это сделать контуром. А теперь я возьму спичку, макаю в краску и поставлю нашему петушку глазик. Сейчас подсохнет. Мы сейчас будем все объединять. Сейчас мы это все свернем в трубочку. Завяжем красиво ленточкой, чтобы потом родители могли этим воспользоваться. Сделаем такой, как свиток. Это готово. И знаете, очень хочется, раз у нас зеленый цвет присутствует на нашем свитке, вот такой яркий ленточка, я сделаю еще бантик нашему зайчику, чтобы тоже какая-то гармония была. На досках обязательно должны оставаться пустые места, как я уже сказала, для того, чтобы можно было приклеить фотографию. Поэтому перегружать в банно ни в коем случае нельзя. Сейчас мы все это соединим. Я буду соединять веревкой. Нам теперь главное, в какой последовательности это сделать. Теперь я продеваю веревку в дырки. Вот здесь просверлены у меня. Чтобы она хорошо продевалась, вот если синтетическая, то можно ее немножечко поджечь. И она тогда не будет махриться и хорошо будет проходить в дырочке. Если у вас большие дырочки, то сзади завязывайте узелки. Я протянула веревку сквозь все досточки. И теперь хочу наш медальон. Хочу, чтобы он у меня свисал. И сейчас аккуратненько я его обклею веревкой. Веревочку я срезала лишнюю. А стык я закрою бантиком из атласной ленты. Итак, вот такая медалька у нас будет снизу свисать. Здесь можно было добавить тесемочку, гипюровую ленточку. Уже на ваше усмотрение будете украшать. Я, может быть, потом еще добавлю, посмотрю. Друзья, постараюсь еще раз показать вам поближе на камеру. Вот такую большую работу мы сделали. Работа была не сложная, но она доставит массу удовольствия для родителей, которые воспитывают малыша. На сегодня это все. Благодарю за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравилось видео. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok